Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет об арбузах. Именно сейчас мы начинаем подготовку семян, выбор сортов для будущего летнего сезона. Первое, что вы должны знать, сорта выбираем скороспелые, со сроком созревания не более 90 дней, хладоустойчивые и арбузы должны быть обязательно средней величины. Не надо выбирать гигантских размеров, они все равно в средней полосе, как правило, не возревают. Это вот основных три пункта. Хладостойкие, скороспелые и небольших размеров. Арбузы выращивают в средней велосипеде только рассадным способом. Перед тем, как высадить рассаду в грунт, вы должны помнить, что срок рассады должен быть 25-30 дней. Рассаду высаживаем мы или в грунт под пленочные укрытия, или в теплице. Срок высадки в грунт у нас составляет начало июня, в теплице это 15-20 мая. В теплицах мы можем выращивать арбузы как обычным способом, так и на шпалерах. На шпалерах, наверное, более предпочтительный способ, так как здесь арбузы больше получают света, тепла, соответственно, качество плодов увеличивается. Но для того, чтобы их разместить на шпалер, вы должны будете подготовить специальную сетку. Что вы должны помнить? Значит, при завязывании четырех плодов, больше у нас в средней полосе не вызревет, основную плють мы прищипываем, оставляя на ней 4-5 листочков. Поковые побеги мы тоже удаляем. Ежели вы высаживаете в грунт и выращиваете его в грунте под пленочным укрытием, то схема такая же. Оставляем 4, ну максимум 3-4 плода, и остальное все мы прищипываем, боковые побеги убираем. И что самое интересное, обязательно под плоды мы должны положить какой-нибудь не гниющий материал, будет это дощечка или какой-то иной материал, для того, чтобы плоды не соприкасались с землей. Это вы тоже должны помнить. После того, как вы высадили арбузы в грунт, помните, что обязательно нужно подкормить, но спустя после двух недель после высадки. И вторая подкормка у вас в момент бутонизации. Арбузы развивают достаточно мощную корневую систему, поэтому поливать их нужно обильно, но не так часто. То есть 1-2 раза в неделю это достаточно. Еще один важный момент. Расстояние между лунками арбузов при высадке в грунт должно составлять от 80 до 1 метра. То есть, чтобы арбузы у вас плетья не переплетались. Если вы высаживаете под пленочное укрытие в грунт, то плетья располагает вдоль пленочного укрытия. Ну, прошпалерный способ я вам рассказала, что он достаточно эффективный. Полив осуществляем 1-2 раза в неделю, обильно. Во время плодоношения полив сокращаем, а во время созревания плодов полив вообще убираем, так как сокращение полива способствует набору сахаристости у плода. Это важно. Один, наверное, из самых любимых распространенных сортов – это огонек, сахарный малыш. Плоды у них некрупные, период созревания – 71-70-87, то есть до 90 дней, как я вам говорила. И плоды достаточно сахаристые и вкусные. То есть, вот обратите внимание, это грузпех. Заслуживают внимания еще вот эти два сорта – это арбуз фотон и ультраранний. У них период созревания тоже до 80 дней, вот у этого. Но вот этот немножко уже фотон немного другого, он до 100 дней. То есть, это считается поздний и спелый. Лучше, конечно, такие сорта сажать уже в теплице, как я вам говорила. Что мне нравится еще вот у сибирского сада, здесь посмотрите. Видно семечки арбузов, сколько их количеств, и увидите, какого они качества. Сибирский сад этим отличается. Ну и, наверное, еще одни из самых таких востребованных – это Шога Бэби и Скорик. Это тоже арбузы, которые в период созревания достаточно ранние. Вот у этого арбуза 75 дней, у этого 60-80 дней. Плоды сахаристые, небольшого размера, то есть с садоводом тоже на заметку. Как я говорила, арбузы у нас выращиваются только рассадным способом. В следующем ролике я вам расскажу, как вырастить рассаду арбузов. Оставайтесь с нами, пока.